Берестейский пекарь – самый крупный в Брестской области производитель и экспортер хлеба и хлебобулочных изделий. Предприятие имеет 8 филиалов. В Бресте размещен головной офис и завод, где трудится порядка 600 человек. Неудивительно, что для очередного мероприятия областной рабочей группы по правовому просвещению был выбран именно этот объект. Как показывает практика, люди часто не знают, куда обратиться по вопросам в области права. Такие встречи позволяют грамотно информировать сотрудников и получить обратную связь. На протяжении 2021 года по инициативе Брестского областного исполнительного комитета местного органа власти проводят такие выездные приемы граждан, выездные совещания на промышленных предприятиях нашего города. До этого мы посещали ряд предприятий. Это был и газовый аппарат, и Санта-Бремар. Основная цель правовое просвещение жителей города Бреста, чтобы они правильно воспользовались своими гражданскими правами и понимали, куда в нужное для себя время они могут обратиться за той или иной консультацией именно в правовом поле. Это, наверное, тот момент, когда не человек ходит по кабинетам власти и ищет какие-то вопросы, решает, иногда даже просто проконсультироваться. А когда уже другой формат, когда приходят и это доступно разъясняют. Поэтому я здесь считаю, что очень правильное и хорошее мероприятие. Я хотел бы поблагодарить облсполком, горсполком за такого рода встречи. На встрече были рассмотрены последние изменения в законодательстве. Говорили о городском бюджете, социальной поддержке населения, эпидемической ситуации, грядущем референдуме, а также досудебном разрешении конфликтов. Подробно остановились на проблемах, которые стали актуальными в связи с политической обстановкой. Когда какие-то деструктивные силы пытаются вывести коллектив из равновесия, и учитывая по незнанию, работники, соответственно, ведутся на вот эти способы подорвания экономики со своего предприятия. Что такое вообще завастовка? Завастовка – это временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей полностью или частично в целях разрешения коллективного трудового сфора. Вот это основополагающие в целях разрешения коллективного трудового сфора. Хочу обратить внимание, что в соответствии с нормами, опять же, трудового кодекса имеются ограничения по реализации права на завастовку. Это четкая норма, которая содержится. Значит, именно нельзя завастовку осуществлять в интересах национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения, права и свободы других лиц. Большое спасибо за то, что за обзорную, расширенную конференцию, которая была проведена, нам было разрешено некоторые правовые акты, документы, дальнейшее направление развития нашего района, непосредственно Республики Беларусь. После общего собрания всех желающих пригласили получить индивидуальную консультацию по вопросам в области права. К слову, таковых оказалось немало. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...